Спасибо большое. Давайте фулуары, потому что мы не помещаемся немножко. Я приглашаю Александру Александровну Твиленеву с ее докладом. Спасибо. Спасибо. И вот в один из прекрасных дней нашей рутинной работы к нам обращается семья, в которой для обоих сыновей клинический и лабораторно диагностирован синдром ломкой хромосомы. При этом, если мы говорим о клинической картине обоих сыновей, то для младшего сына в клинической картине наблюдались классические клинические признаки синдрома Мартина Белл. Для старшего сына была очень интересная запись сделана консультирующим клиническим генетикам о том, что данный мальчик обучается в школе достаточно успешно и испытывает небольшие трудности с математикой. Ну, у кого нет трудностей с математикой, в общем-то. Помимо этого, нам были доступны результаты сторонней лаборатории о том, что у обоих сыновей выявлено аномальное метилирование промоторной области гена ФМР1, который характерен для синдрома Мартина Белл. И при этом очень важно, что заставило нас потом дальше параноид, что в этих заключениях была дана рекомендация исключить носительство синдрома Клендфильтра для обоих сыновей. В лаборатории генетика маме было определено количество повторов в ЦГГ-повторах промоторной области гена ФМР1 для того, чтобы подтвердить, что мама является гидрозюгодным носителем при мутации. И с вот этим всем пластом клинических и лабораторных исследований наша лаборатория опускается в бой, начинает работать, но прежде чем тестировать соответственно эмбрионы в рамках ПГТМ, лаборатория проводит определенные процедуры в виде подготовительного этапа, где оценивает применимость разработанной тест-системы для исследования моногенного заболевания конкретно к данной семье. И этот подготовительный результат, этап, он основывается на проведении привой косвенной ДНК-диагностики конкретного моногенного заболевания. Вот в данном случае на слайде вы видите пример прямой ДНК-диагностики по определению количества повторов в семье. И тут стоит отметить, что данная разработанная тест-система, она разработана таким образом, что направлена на детекцию только нормального количества аллелей. То есть если у нас есть какой-то человек в нашей семье, имеющий премутацию или мутацию, данная система просто не показывает результат. Соответственно у папы мы видим количество повторов равное 31, у мамы 41, у младшего сына мы видим такую линию непонятную, то есть мы не видим там нормального аллеля. Это говорит о том, что у него либо там премутация, либо полная мутация, которая появилась из премутации маминомоогенеза. А у старшего сына мы видим нормальный пик в количестве равным 24 ЦГГ повторов, и при этом он не является родственным. Естественно мы в эти результаты не поверили, давай их перепроверять. И использовали более чувствительный набор, который используется не только для детекции нормального количества ЦГГ повторов, но также для промежуточного, для состояния премутации и мутации. И соответственно на картинках вы можете увидеть, что все, что попадает в эту розовую линию, является аллелями полной мутации. Все, что попадает в серую линию, это норма промежуточной аллели и премутации. Таким образом у младшего сына вы можете видеть, что пики располагаются только в этой розовой области, что говорит о том, что у нас младший ребенок действительно с установленным генетическим диагнозом, лабораторным диагнозом синдрома Мартина Беллы. У него больше 200 повторов. А вот у старшего сына не было никакой ошибки, и у него действительно есть нормальный аллель, и он при этом является абсолютно неродственным. В общем, следующим этапом это было проведение косвенной ДНК-диагностики, то есть гаплотипирование по STR-маркером. И тут можно увидеть о том, что оба мальчика унаследовали одну, ну или условно одну X-хромосому, но если эта X-хромосома не одна, то тогда их две, но они, видимо, одинаковые. При этом стоит обратить внимание, что дополнительных каких-то папиных пиков или совсем чужеродных каких-то пиков обнаружено не было. И мы начали думать, откуда пик, первая мысль в нашей голове, боже, неужели контоминация, это просто самый страшный страх лаборатории ДНК-диагностики, в общем, откуда она могла возникнуть, это либо в процессе выделения ДНК, но тогда бы по процессе гаплотипирования мы бы увидели какие-то дополнительные пики, которые бы намекнули нам об этом, либо в процессе постановки ПЦР-реакции, но при постановке ПЦР-реакции ставятся определенные отрицательные контроли просто с водичкой, которые являются таким контролем качества выполнения лабораторной ДНК-диагностики. Поэтому вспоминаем о том, что у нас не было никаких лишних пиков, не было, все результаты инсишки были чистые, поэтому момент контоминации мы исключаем. Дальше мы успокаиваемся и начинаем думать. Вспоминаем, что для длинных ЦГГ-повторов характерна так называемая соматическая, не только не соматическая, а и в процессе гометогенеза нестабильность. И вот относительно соматических клеток описаны механизмы, когда на ранних стадиях эмбриогенеза из-за того, что клетки активно и быстро делятся, вот эти длинные повторы могут загибаться в петли, и репликационная вилка просто их проскакивает. Может быть такой механизм? Почему нет, подумали мы. Но тут мы вспомнили о том, что в сторонней лаборатории в заключениях обоих мальчиков дала рекомендацию исключить синдром Клинтфильтра. Тогда мы подумали, а может быть действительно хромосомы две, и они одинаковые, то есть они образовались в результате нерасхождения сельственных хроматик во втором делении миоза. Но так как для все еще для таких длинных аллелей характерна соматическая нестабильность, то в процессе эмбриогенеза на одной из их хромосомы просто выпетлилась соответственно аллель длинная и превратилась в нормальную аллель. Ну и соответственно, как перестать паранойить и исключить синдром Клинтфильтра, проверив гипотезу об однородительской дисомии. Естественно, в нашей лаборатории возможно использование современного молекулярно-цитогенетического метода. Это хромосомный микроматричный анализ использованием с СНП-зондов. И вот эти СНП-зонды, они не только помогают уточнить количество копий, но еще и посмотреть на участки потерьки трезигодности. И вот для примера на нижнем рисунке вы можете увидеть пациента с однородительской изодисомией по Х-хромосоме. Это мальчик с двумя копиями Х-хромосомы, и при этом мы видим полное агамозеглочивание по этим двум Х-хромосомам. Такого у нашего пациента не наблюдается. У нашего пациента нормальный молекулярный мужской кориотип. Ну и, соответственно, таким образом мы сделали вывод о том, что в данном случае имел место механизм в виде соматического мозаицизма, характерный для носителей полной мутации. Ну и в конце я бы хотела сказать о том, что вычленение таких случаев в рутинной практике, оно может быть и не очень подходит на самом деле для конференции, но очень важно для обмена опытом и повышения таких своих внутренних каких-то компетенций. И оно очень так оживляет лабораторию, когда что-то идет рутина, рутина, рутина. И тут такие возникают кейсы, которые позволяют подумать и применить все используемые и имеющиеся в нашей лаборатории методы. Ну и, соответственно, для того, чтобы выполнять более точную и качественную ДНК-диагностику, таких важных для наших пациентов исследований, необходимо разбираться в каждом непонятном пике, в каждом непонятном бенде. Тогда мы можем обеспечить именно качество для наших любимых пациентов. Я уложилась, у нас осталось еще 4 минуты. Спасибо большое. Позвольте не согласиться с тем, что доклад не подходит. Он как раз очень подходит для конференции. И есть ли у нас вопросы? Спасибо за интересный доклад. Такой вопрос. А имело ли смысл использовать другие ткани для анализа? Вот вы кровь только смотрели? Ну, мы лаборатория, в которой... Смотрите, мы работаем с тем, что нам прислали. Это во первую очередь. Мы не научное учреждение, которое может запрашивать миллион образцов и тканей. Стандартным материалом для проведения ПГТМ является кровь родителей, соответственно. Это неординарный случай, слюна, моча, кау... Ну, смотрите, это интересно с научной точки зрения, с практической точки зрения для проведения именно ПГТМ, фактически, оно, ну, как бы можно было, конечно, развлекаться, но зачем? Пациентам надо было выполнить ПГТМ. Если позволите, я хотела бы дополнить, что действительно вся эта рассказанная история, она проходила в момент, когда мы работали с семьей в рамках кейса ПГТМ. То есть все это расследование мы проводили, пока, собственно говоря, шел этот результат. Нет, 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 но тут в выводе, как бы, соматическим эзоицизмом, вы как бы все равно развлекались, и почему вам в этом развлекались? Не развлекаться побольше, но это надо... Не побольше, а в рамках вашей гипотезы. Возможно, там тоже... На самом деле попросить букальные эпители, и можно опубликовать. Ну, тем более букальные эпители активно делящиеся клеткой, согласна. Да, и можно еще что-то. Да, вопрос. Александр, спасибо за доклад. У нас 8 тысяч мужчин с бесплодием сделаны на ЦЭК-повторы. И, по крайней мере, было два гетерозиготы, которые были не клеем-фильтры. Да, это был соматический эзоицизм. Мы делали фиши, смотрели разные ткани в том числе. Это встречается, но вообще по ЦЭК-повтору описано, особенно, в частности, при неоплазиях пристательной железы в пораженной ткани тоже встречается. Поэтому ЦЭК-повторы показаны, что они нестабильны. И действительно, соматический эзоицизм может быть в том числе сложный. Да, по литературным данным, 38% носителей полной мутации обладают соматическим эзоицизмом. Но тут важно было, конечно, перестать параноид насчет синдрома Клинтфильдера и исключить все возможные причины, связанные с контоминациями. А еще по данным нашей лаборатории, мы тоже выполняем исследования по определению количества повторов. И мы как раз укладываемся, у нас примерно 20% исследованных пациентов, которые с премутацией еще обладали какими-то дополнительными пиками. Но, естественно, к сожалению, у нас не было возможности в рутинном анализе проверять каждого, почему у них там несколько аллелей. Мы просто выносили все аллели, которые мы видим и хорошо задокументированы. Спасибо.